Друзья, всем привет! Мы шли в парк Сокольники и нам предложили пройти тест-драйв на Диэти. И сейчас я вот буду тестировать эту машину. Так прикольно. Ну что, пошлите. Друзья, ну что, пойдем, стягим. Машина. О, где такая толстая, хорошая. Блин, такие две толстые. Так, друзья, ой, как хорошо. Под 990, где-то полутора миллионов. Так, вот такой красивый залон. Там комплектация, цены, чтобы... Так, вот трюки. Торфили мягкая. Там он-то есть, ручки кроме вас. Я так понимаю, это новый, да? Сколько? Подновленный версия. Подновленный версия. А, какая-то лачка. Да? Ну что, поехали. Так, нормально там, смотри. Друзья, влечите за рудем. Настроить уже, как вам удобно. Сиденья, электро-регулировки слева от вас. Руль по высоте, можно отрегулировать. Да? Так. Да, у нас автомат 5. Да. Здесь DSG 5. Кажется, пожалуйста, какой у вас в настоящее время автомобиль? Пока никакого. Ну, планируете в ближайшее время покупку автомобиля? А в какую промежутку времени? Ну, так, ориентировочно. Ну, в течение года, наверное. Скажите, пожалуйста, стаж водительский у вас какой? Я 4 года, наверное. Водите, правильно? Все 4 года, правильно? Вожу я в общее количество где-то 3 года. А так стелюсь. Я вас должен предупредить, автомобиль застрахован у нас только по ОСАГО, а по КАСКО не застрахован. Здесь будьте добры, ваша фамилия Нисова и подпись. Вот, маршрут у нас с вами будет проходить вокруг парка Сокольники. По времени занимает арентировочно где-то 90 градусов. У меня зовут Федор и я вам буду по ходу маршрута, соответственно, все расскажу. Как, куда едем. Вы готовы? Да, в принципе. Мы с вами выезжаем вот сюда вот налево. Мы там проедем? До Луны, а? Да. Если хотите, можем направо выйти, как вам удобнее. Нам, в принципе, туда надо, поэтому если удобнее направо. Пока никого нет, давайте направо. Портамат нам проще, чем Механика. Соответственно, коробку в драйв переключили ела, потом приезду не трогать. Ну, в общем, правда, способы она берет. Вот, левую ногу, соответственно, с площадкой и все, правда, все легче. и вот нам прям сразу вот сюда направо я ездил на американской машине как она называется есть джип гранд широкий есть порт старенький джип такой старенький сюда налево и сразу направо здесь невозможно разочувствовать если умеете подожди товарищ подожди машина дальше едем все время по главной по прямой соответственно где будем плавить с автомобилем с шкодой едет знакомая марка шкода я слышал о такой машине но у меня что-то на самом деле не очень а страны города осторожно а там можно на хорошие я про подробности не я в технических стран технических характеристик шкода принадлежит концерна фальцваген соответственно да во многом инфицированно по большому счету данный автомобиль он построен во многом на платформе тегуана соответственно по разу в 4 тоже в 4 знаю что шкод это все от фальцваген так можно сказать да? многое да не все но многое на одном заводе собираются с как раз тегуаном и с аудингом 5 и 3 вот в данном автомобиле есть два декомплектации так скажем внешних а вот у нас с вами вариант городской есть еще вариант outdoor для легкого бездорожья у него идет пластик накрашенный передний бампер, задний бампер и пороги соответственно ну да ну просто вам рассказать какие бывают клиренс независимо будет 18 см не важно какая версия какой двигатель стандартный двигатель на данную машину ставят соответственно три базовый идет мотор бензиновый 1.6 110 лошадиных сил он бывает или с механикой 5 ступенчатой или с автоматом 6 ступенчатой далее идет мотор турбированный 1.4 125 лошадиных сил он соответственно бывает с механикой 6 ступенчатой или коробкой роботизированной 7 ступенчатой вот и топовый вариант который у нас с вами на тесте здесь двигатель 1.8 152 лошадиных силы и полный привод вот коробка DSG 262 ну я чувствую она такая прямо я конечно не впираюсь в этих зимтонкостях но она мне прям реально нравится да, динамичный автомобиль 9 секунд до 100 разгон и расход всего лишь 8 лет впереди все топор нам направлен легко ну вот и руль такой мелкий прям чуть-чуть пальчиком вот может да электроусилитель руля поэтому он такой соответственно комфортный и вот коробку не будет ничего не будет да шикарно ну автомобиль для города и с удовольстви самый удобный кузов для городских хвататься небольшие габариты высокие клиренции большие вместительные силы то что высокие то что она высокая это да это почетно на бордюре да да спокойно снег допустим плохой погон да да вы абсолютно правы есть два отличия вот эта версия Outdoor которая не наша а у нашей спереди хромированная губа она выступает сантиметров на 5 соответственно ну да примерно так получается а у той версии Outdoor нет она чуть более скошена то есть там соответственно чуть поудобнее будет если капитал на такой вот дороге а в плане городской тут подастся этот автомобиль вот сейчас у нас идет выгода при покупке этого автомобиля 220 000 рублей и комплективные ну да подробно все там ну сейчас обрагано 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 никуда не поворачивай едем Будет слышать такую счастье, где мне видеть на автомате. Хотя сейчас тоже мне уже записался, даже всё, на тест-драйв, значит, у меня был сон. Думаю, сейчас поеду, и по всему такой он будет. Ну, видите, а тут поехали в парку. Да, вот на выставку поехали кроникам. Мы тут ещё завтра будем. Если будет завтра то, как раз. У нас, к сожалению, регламентировано по одному трайву день. Одному человеку закрыли. Вот, касаемо этих двухсловов, вот сто тысяч. То есть, там как получается, сто тысяч от вас, что не обраиваем, вот, да, вот, прочитаем на ценах. Сто двадцать – это выгодно на наборе опций, которые будут. Что, короче, сказать по поводу автомат, да? И по поводу того, как она начинает дёргать, ну, не дёргаться, а начинает ехать, да? Да, начинает ехать. Теперь ещё вот здесь. Вот. Так. Я вот ездил, опять же скажем, на американской машине, как название. Мой подруга. Вот она вот у него дёргается. То есть, кассы такую плавную подаёт ему, да? Скорую. А, вот тут. Да, вот это. Вот оно и начинает. Ну, а вот. Подели, да? Да, конечно, подели. Я просто вас внимательно слушаю, а потом вы с камерой с вами не передавая. Ну да. Мне вот нравится то, что надо. Да. Да, бывает так вот. Ну, это всё право, но если-то у нас троится. Короче. Типа съемка, ну да. У нас там поставок должен наше мать. Нанаде, да. Не уйти с право, чтоб, мы не дюйдеть. Ми-йти с окуп, и я. Ну да. Ну, а также вас как и приноформира здесь, успеет, по моему парку,erkông,тактариндовдет, как вы решили, вот у нас сейчас действует. Да, и тут у нас тут. Витальд-вайцвэйенбанка, в ваших каспортах, у master 2019 октянули 90% дгран. Ну, также мы на данной компания «Офтоваган», вообще лучше править в углазку. Мы дарим подарочный сертификат 50 тысяч рублей на прохождение. У нас 5% у нас, в основном, для СТО, по-моему, как их дополнительно аксуара. Это очень большая работа. Здесь нам набрал СТО. Первоначальный взнос какой должен быть по кредиту? Вот 15%. 15%? Да. Это вам уже, соответственно, менеджер нужно будет уточнить. Там есть разные программы с остаточной стоимостью на разные сроки, соответственно. Можно кредитер с майки. От года начинается, с 2,5, до 7,5 программы. Значит, это меняется несколько взносов. Изначально заявлено на 15%. Я видел эту машину еще тогда, когда она была в более старом варианте. Да. Она была... С круглыми фарами. Да, она какая-то не такая была, не очень. А сейчас она равно вот такая будет. Да, провела компанию рестайлинг. Сейчас она в едином общем корпоративном стиле шкода сделана. Как бы основа осталась прятной. Соответственно, внешне изменили дизайн и внешне изменили основа. Что я хочу сказать, ничего лишнего нет. Все максимально, да, функционально, да, удобно, комфортно. Средний амбишн и стайл максимально. По цене, получается, ценовая вилка от 990 тысяч рублей начальная цена, это 1.6 в двигательной механике, и заканчиваем 1.376.000, это, соответственно, вот топовая версия, как у нас с вами. С автоматом и вот с этим как раз пакетом молотом, который пластиковый крашеный, он чуть дороже получает, в среднем идет 8-10 тысяч плюс. Она даже выходит дешевле, чем кориевский, кто стоит? Вполне возможно, я, он только вышел, и то цены не знаю. То сам вот стоит вот минимум от миллионов, точно. И заканчивается около двух миллионов, где-то миллион, миллион, если я так вот точно, миллион восемьсот, миллион девятьсот. На шпагайзу. Так, это получается миллион треста вакуру. Ну миллион четыреста. Да, да. Ну тут смотрите как, там самобатная комплектация, есть еще всевозможные пакеты опций, еще там можно набрать там какой-то цене, наверное, да. Но сложнее, самый максимальный пакет опций стоит 20 тысяч рублей. Ну это полтора миллиона. Полтора миллиона, да. Полтора миллиона, да. Да, да. Больше, то есть, ну, количество, так сказать. Да, да. Там вот такие новое, значит, да. А, сейчас добавлю. Дополнительная функция. Ага. Называется что-то хай-тек. Хай-тек называется. Она дорогая вот. На дорогих машинах, как раньше же мигали. Сейчас вот ставят на такие более дешевые варианты. Как бы все. Вот, касаемо данного автомобиля, что нам здесь может быть 9 подушек безопасности. Включая колено, заводителя, соответственно, камера заднего вида, скречевая доступ, навигация заводская. Диски. Ну, в базовом контакте, опять, максимально 17 в радиусе, но, соответственно, можно установить, можно было бы до 17. А, биксеноновые фары, поворотная симователем. Здесь там так дальше. Парк Троник круговой. Парк Троник только спереди, а классический. Но еще и сбоку у дверей. В общем, противотуманный. Ларвай? А, они уступают внутренние. Да. Просто где-то на каких-то кругах, где же тут, значит, нам уступать. Где-то они уступают. А, соответственно, противотуманные фары с функцией подсветки поворот. До скорости до 40 км в час, когда поворачиваете, они подсвечивают поворот. То есть, и да, сейчас поворачивают? Да, противотуманные, соответственно. А, что еще интересно, по внешнему стану, наверное, надо... А, еще электроскладывающийся зеркала с подсветкой с подогревом. Будем ехать. Заслуженцы. Я так и договорился. Здесь, сейчас мы с вами уже обратно вернулись. Сейчас, да, направо поворот. Ну, здесь у стоечки остановитесь. Я ее отодвину. Так, вот так, да? Ага. Ну, мы дальше не туда поедем, поэтому... А! Я ее отодвину. Товарико. Товарико, вот. Товарико. Ничего не обращаешь внимания. Товарико. 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 или тут прям сами решайте хотя давайте попробуем я вам буду подсказать автомобиль достаточно компактный поэтому с одного раза вот и тут можете прям до упора ехать и она упирается в бордюр колеса там сугробы но она выше клевера раньше будет бордюр вот что касаемо салона вам не рассказал здесь могут быть сиденья из кожи скучная кожа соответственно с электрорегулировками с памятью на трех человек также могут быть спортивные сиденья по исполнению сальканта руль мультифункциональный кожаный то есть вот так же с управлением радио и телефоном телефон можно подключить по блютосу сенсорная магнитола идет чем очень удобно можно также не только пальцем как в айфоне как и голову можно включать раздельный климат-контроль двухзонный сзади выведены дефлекторы в центральном туннеле для задних пассажировках тоже сейчас можно начать появляться для ног в соответствии с центральным туннелем подогрев передних сидений это отключение на систему стабилизации здесь можно принудительно включить парк в общем они показывают разметку как раз круговое и у дверей точно так же кнопка оффроуд это комфортный спуск с горы на скорости до 30 км в час и автоматический парк общий машина может сама парковаться параллельно сзади очень интересная гамма с трансформацией задних сидений складываются они в пропорциях 40 20 40 нейтральная часть она складывается по глотокам спинки сидений можно регулировать и что самое интересно в данном классе можно полностью снять задние сиденья используя допустим на пикнике а мы с вами ездили прямо на нам стоять по багажнику 320 литров объем в задних сиденьях 1460 литров а если вы не задние сиденья то получается 1660 литров я вам давайте дам обязательно прошерку с ценными что у меня сегодня такая вот сейчас длинная продажная открыточка и набор на открытие прикольно спасибо большое друзья смотрите что мне подарили смотрите наклеечки здорово еще две секунды буквально по комплектациям расскажу и базовых комплектаций то что я вам рассказывал Ardip, Ambition и Stella те же самые комплектации но для версии Outdoor соответственно здесь сверху будут двигатели которые могут быть TSI это значит турбированные моторы лошадиные силы соответственно коробки передачи DSG это то что мы с вами ездили принцип как в автоматике грубо говоря это автоматическая коробка соответственно какие комплектации с какими двигателями могут быть как они стоят здесь перечень входящие в эти комплектации и на обратной стороне у нас доп. оборудования здесь много много чем у Skoda интересно обратить внимание есть пакеты доп. оборудования они получаются во-первых намного выгоднее чем если по отдельности что-то установлены а во-вторых отличительная особенность какая у нас с вами допустим автомобиль с практически максимальным в 50-м пакетом в него уже входят все предыдущие плюс то что в нем то есть так будет да в каждом пакете предыдущие пакеты они уже входят это интересно спасибо большое за предыдущие мне понравилось просто шикарно я конечно не ездил на более или менее шикарных машинах но мне это понравилось спасибо большое пожалуйста всего вам добро приходите к нам еще в салон приходите если автомобиль вам понравился всего доброго до свидания друзья шикарная машина слушайте мне так понравилось вообще так шикарно шикарно вообще подарочки подарили друзья ну что пойдемте дальше до свидания 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 до свидания